Профилактические беседы сотрудников УМВД России по Дмитровскому округу со студентами Дмитровского техникума стали регулярными и каждый раз находятся новые моменты, которые полицейские хотели бы донести до молодежи. На тему дистанционного мошенничества, это мошенничество с использованием современных технологий, со студентами поговорили заместитель начальника следственного управления УМВД России по Дмитровскому округу Елена Евдокимова и начальник отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска Леонид Нефедов. Если раньше жертвами мошенников становились в большинстве своем пожилые люди, то сейчас немалое количество преступлений, где в числе потерпевших значится молодежь. Потому что предлагаются различные способы заработка, это в том числе биржи, инвестиции и прочее. И на данный вид мошенничества в большинстве, конечно, с вами ведется уже более молодые люди. Полицейские также рассказали и случаи, когда молодые люди становятся уже соучастниками преступлений. Также возможность легкого заработка. Заплатим определенные денежные средства, ты возьми сумку, отнеси, возьми денежные средства, положи на счет, который тебе также продиктует. Все, за это предлагают, за пару часов, в принципе, не на такой, несложной работать, а предлагают определенные денежные средства, там 10, 15, 20 тысяч и так далее. Таких курьеров полиция быстро находит и уже молодые люди автоматически становятся фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Беседа с акцентом на молодое поколение студентов впечатлила. Ровно так же, как и новые схемы мошенников, которые уже, так скажем, опробованы на территории Московской области. Будьте бдительны. Это новый вид телефонных мошенничеств. Так называемое похищение. Преступная многоходовка, когда обманывают сразу двоих. Одного убеждают спрятаться, а другого, что его родственник похищен. Кто в зоне риска? На удочку преступников может попасть любой, но самая уязвимая категория потенциальных жертв – пожилые люди. Что делать? Не доверяйте телефонным незнакомцам, кем бы они ни представились. Никогда не следуйте инструкциям неизвестных, полученным по телефону. Позвоните близким и расскажите о случившемся. Именно они чаще всего ломают планы злоумышленников. Не становитесь легкой жертвой аферистов. Если боитесь, что близкого человека похитили, немедленно звоните в полицию.